Мои родители истово служили этому великому искусству, кукольному театру. Папа у меня был актером в театре кукол, мама режиссером в театре кукол. И все мое детство прошло сначала рядом с ящиками, с куклами, а потом постепенно я так выползал на сцену. А играл, вы знаете, первая роль моя была, я ее помню и запомнил на всю жизнь, ничего страшнее в моей жизни не было. Я играл волка в живом плане, выходил из зрительного зала, это была первая премьера была в пионерском лагере «Солнечный», рядом с Новокузнецком. Приезжал в театр кукол, в пионерский лагерь, они расставляли, а я как подсадка. Я не выходил из автобуса, из нашего, и когда все дети рассаживались, я так, как будто деревенский парень вставал у стены. И мой папа говорил там, а кто будет в «Волка» играть к детям? Я, я, я. И он говорит, ну выходи, давай скажи, 33 корабля лавировали, лавировали там, не, не годишься там, еще кому-то. Сдавал разные вопросы. И говорит, а вон молодой человек стоит какой-то. И я выходил и говорил скороговорку, потому что пел. Ну, папа мне говорит, когда я увидел тебя, такая белая красивая стена покрашенная вот этого места, и ты совсем не отличаешься, если бы не рубашечка клетчатая. Такой же беленький я стоял. Вышел, но как-то так все сложилось удачно и вроде все даже сказал. Поэтому эта стрессовая ситуация со мной на всю жизнь. Можно? Наталья Дроздова, я за Мария. Хочу, я в такой духовной разы и хочу спросить, как Вы считаете, проще или сложнее посредством куклы раскрыть духовный мир человека? Вы знаете, вообще раскрывать духовный мир человека очень сложно. И хорошо бы, конечно, чтобы он раскрывался у каждого человека сам, прежде всего. Но кукла, видите, такое удивительное, удивительное существо. Но, ведь в театре, где есть ширма и тростевая кукла или петрушечная, артист смотрит наверх, обращаясь к создателю. Если это марионетка, то ты являешься создателем. Если это планшетная кукла, она близка к сердцу. А если расставает, то ты вообще в ней, ты являешься ее душой. Поэтому это величайшее искусство. Но, я думаю, оно и было предтечей и драматического, и любого другого вида. Потому что, когда мама или папа в доисторические времена решали развлечь ребенка, они делали какую-то куколку, слоника или мамонта. И вот посредством этого абстрактного существа рождалась какая-то история. Поэтому это большая работа воображения. А воображение – это человек. А как вы относитесь к театральному любительству? Помогает ли я, допустим, в поступить в театральный институт и сокращает ли путь в профессию? Вы знаете, мне не нравится любительство. А вот любить театр, чем раньше молодой человек поймет, что это необходимо ему не только в постижении профессии актера, но и вообще для существования в любой деятельности – и артистам, и режиссерам, и музыкантам, и учителям, и журналистам. Не повредил бы он. Поверьте, это вообще чин. Не будем отрицать Шекспира, который сказал, весь мир – театр, у него женщины, мужчины, все актеры у всех свои есть. Выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Не случайно же вы свою премию посвятили и вручаете детям, любителям? Да, да, я сделал премию, она уже у нас сколько, 10 лет этой премии. Называется она «Золотой львенок», вручается на фестивале, который проходит в Новокузнецке, в Новокузнецком театре «Кукол». Называется он «Кукла в детских руках». И вручается он лучшей актрисе и лучшему актеру молодому. Это жюри утверждает это. И мне кажется, это такой важный момент, она еще и денежная. Поэтому мы даем, это первый такой заработок ребят. И они понимают, что, наверное, эта деятельность может и стать их, и прокормить, может быть. Это очень важно. Вы заметили, что Владимир Львович приехал специально подержать кухонь? Так что, ну, вы знаете, тут по большому счету кукольников даже нечего поддерживать. Они ходят сами прекрасно. Но это часть моей души, часть моей жизни. И кукольники, кукол театр, артисты театра кукол – это, не побоюсь этого слова, великие, святые, открытые, истовые, фанатичные, преданные люди. Потому что это непростая деятельность. Она непростая. Она иногда бывает неблагодарна в глазах многих людей. Мол, зачем? Но это то первое, что может сделать человек по отношению к молодому совсем человеку. Развитие его, как вы правильно сказали, душу. Дать понять, что наш мир настолько разнообразен, и настолько твой успех будет зависеть от тебя самого, от твоей любви, нежности, искренности. Вот это, наверное, важнейшая деятельность. А есть у вас любимчики среди такого разнообразия кукол образа? Любимчики? Ну, голос это в твоем реале, в твоем роде. Вы знаете, у меня, я, это не секрет, я давно мечтал сделать, и сейчас мы готовим, у нас пишется пьеса, мы ее сами делаем. Я давно мечтал о драматическом театре кукол. У нас будет такая попытка сделать, совместить драматического актера с куклой. Поэтому, а куклы, они могут быть разные. Вот это вот, это уже кукла. А произведение уже выбрали? Мы его пишем, рассекречивать не будем. А любимый папина роль, любимый мамин спектакль есть? Я знаю, что папа, не знаю, у папы, папа мой играл очень много. Он был ведущим актером, он был полный, в нем было 130 килограмм веса, и его очень часто выводили. Он еще был левша, и правой и левой рукой работал единомоментно, одновременно. И он отличался тем, что он мог вести две куклы одновременно и общаться ими, да? Причем меняя голоса, это какое-то удивительное было зрелище. И часто выходил в живом плане. И, вы знаете, по нашей семейной легенде, но это не легенда, так и было. Когда мама была в роддоме, папа играл папу Карла в Туле. И в момент, когда он стругал Буратино, пришло известие артисту, который играл Карабаса-Барабаса. Что у моего папы родился сын. Он ему так... Лева, у тебя сын! И папа так быстренько так... И я на Буратино! В общем, спектакль закончился на 20 минут раньше, но не пострадало качество. И он очень любил. Он играл прекрасные папы Карла и Карабаса. Иногда я это делал в одном спектакле. Владимир Львович, вас много связывает с Кузбассом. Как вы оцениваете развитие культуры в этом регионе? Мне кажется, у нас сейчас большие события будут. У нас очень талантливый край. Очень много талантливых людей. Один из них вот здесь, Юрий Алексеевич Самову. Куда он смотрит? Видите, он сразу талантливо повернулся. Кто там? Скромный. Он художественный руководитель режиссер Новокузнецкого театра «Кукол». И у нас сейчас, наверное, через год будет огромное событие. У нас будет открыта новая сцена. Был такой давнейшний кинотеатр, который первый кинотеатр в Сибири. Коммунар. Который был в 30-х годах сделан. Потом он развалился. Потом в нем продавали шубы. Потом его разломали. Потом еще что-то. В общем, и мы долго бились за то, чтобы это место стало... Мы даже не меняли название. Потому что, знаете, историческое название нельзя менять. Вот он должен быть коммунар. А мы только добавили одну букву, и получилось коммунарт. Коммунное искусство. Вот центром ее будет театр сказ. Кузбасс, и там будут проходить, мне кажется, очень много мероприятий. И вот это наше будет большое счастье события, если это произойдет. А Кузбасс – это невероятно творческое место. С творческими людьми. Я очень рад, что я оттуда. Про фестиваль. Далит Семенович, на фестивале много говорят о Новокузнецке. А что можете сказать о перспективе на будущее? Сергей Мурзин – драматический актер, киноизвестный артист. Вот, соответственно, Владимир Львович Машков, который приехал сюда. Вот уже, вы видите, произошло такое соединение, я не знаю, как это назвать, симбиоз. И у каждого свое собственное направление, которое пересекается в идее Новокузнецка. Вот Новокузнецк стал тем самым стержневым местом, который, центровым даже, я бы не сказал, который как раз нас всех и в перспективе объединяет под большой какой-то интересный проект. И самое главное, где театр кукол является тем самым зачинателем вот этого культурного моста, который мы представили. Я думаю, что все. Спасибо большое. Спасибо.